Администрирую сообщество LinuxOvid ВКонтакте уже 5 лет и часто общаюсь с open-source сообществом и советую вам делать то же самое. Вначале у меня будет немного повторения, потому что я готовил презентацию, совершенно не зная, что там будет передо мной. Так что давайте поговорим сначала о том, что же такое «свобода». Вопрос философский. Но по Столману «свобода» — это вот эти самые 4 пункта. «Свобода» — использовать программу в любых целях, где угодно, когда угодно, кому угодно. Мы не можем, допустим, запретить использовать наши программы для взлома Пентагона, потому что «свободный соф» должен использоваться всеми и в любых целях. «свобода» изучать программу, принципы ее работы, понимать, как она устроена. Допустим, несвободная лицензия Microsoft EULA and the User License Agreement запрещает изучать принципы работы Microsoft Windows. Что очень глупо со стороны компании такой пункт вносить в лицензию. «Свободное ПО» может изучать любой, может изучать его принципы работы, может изучать также исходный код, потому что по второму пункту для первого и последнего пункта обязателен доступ к исходному коду, потому что мы можем захотеть изменить программу или распространить измененные копии. как бы нам потребуется доступ к исходному коду в этой программе, чтобы ее распространять дальше. как раз в форке или, допустим, мы присылаем патче наше изменение автор программы. Опять же, «свободное» не равно «бесплатное». Поскольку это термин «free software», многие могли подумать, что это «free» значит «бесплатное». Все могут получить деньги, все, кто участвует в этом процессе. Это и программисты, и дизайнеры, которые получат деньги за код и дизайн, которые они сделают. Дистрибьюторы могут взимать деньги за носители. То есть они взимают деньги не за сами копии программы, не за ее исходный код, а за носители и за пользование каналом распространения. Системные администраторы, интеграторы, конечно, получат деньги за установку, настройку этих программ. Ну и, конечно же, добровольные пожертвования, если разработчик хочет, вы всегда найдете на его сайте ссылку, где он принимает добровольные пожертвования. Различные примеры того, что было создано, какие открытые проекты были. Например, у нас есть свободные мультики, свободные различные устройства, они у меня прямо сгруппированы, open-source hardware. Arduino. Это 3D-принтер Repro. Все доступно из педники. Все можно сделать самому, даже дома, если вы хотите. Ну или приобрести, или как угодно изменить дизайн этих проектов, и сделать самому. Свободный ноутбук на Вене, свободный автомобиль, и даже свободное пиво. Оно фри, не потому что оно бесплатное, а потому что его рецептура доступна, его состав известен, и как его изготовить, он может изготовить любой при наличии нужного оборудования. Свободные процессоры. Это архитектура процессорная RISC-V и low-risk, которые используют ядры RISC-V. Это непосредственно микроконтроллеры, процессоры с использованием этой архитектуры. Таким образом, мы можем создать с использованием этой архитектуры полностью свободный компьютер с свободной разбудкой плат, со свободным процессором и свободным программным обеспечением на нем. А свободного программного обеспечения у нас очень много. Тут всего лишь несколько примеров. Я уверен, что все в этом сзади пользуются свободным программным обеспечением, даже те, кто об этом не знает. Какие у нас тут примеры? Firefox, Ядро Linux, различные профессиональные решения. Это KickCut, это FreeCut, GIMP, растровый графический редактор. Окружение рабочего стало окном. VLC Media Player и LibreOffice. Примеров такого программного обеспечения очень много. И я уверен, что даже если никто в этом зале не пользовался ничем из этого, то, возможно, пользуюсь чем-то другим, какой-то альтернативой, которая тоже окажется в свободном программном обеспечении. Это мой личный стейкмент. Я за то, чтобы люди перешли на свободное программное обеспечение. И я вам немного хотел бы рассказать, как это сделать. Во-первых, сейчас есть уже в продаже оборудование с приустановленным программным обеспечением. Сейчас я покажу даже список производителей. Вот, вчера сделал спириншот на Яндекс.Маркете. 573 модели ноутбуков. Тут, конечно, кто-нибудь в Яндекс работает. Поправьте, пожалуйста. Операционная система называется НуЛинус. Не Линус, Линус, Абилитро. Но там Линус в разделе операционной системы. Но все равно 573 модели ноутбуков. Доступны прямо сейчас. Можно прийти и купить. ААА. ААС, АСЕР, АСУС, ГУДЖИТСУ, ЛЕНОВО, МСИ, САМСУНГ и СОНИ имеют процедуру отзыва предустановленной операционной системы. Конечно, вы получите деньги, возврат денег за предустановленную операционную систему. В зависимости от производителя, в зависимости от редакции того, что там было предустановлено. Это будет разная сумма. Но в сравнении с ценой ноутбука это не очень большая сумма. Но это очень важно сделать. Вернуть деньги за то, чем вы не собираетесь пользоваться. Так как производители узнают о том, что не требуется пользователю операционная система предустановленная. Он сам может установить. И больше будет ноутбуков без операционной системы продаваться или со свободной альтернативой. Уже сейчас более тысячи ноутбуков можно купить без предустановленной операционной системы. Или еще вот 573 модели с дну Linux. Некоторые производители ставят FreeDOS, чтобы просто не продавать. Он будет без системы, но, опять же, обычно... Это тоже свободная операционная система. Но в современных реалиях не очень ее можно использовать. Так что вот эти производители... Это то, что мне известно. Возможно, подтянутся и другие после этого. Возможно, будут другие производители поддерживать свободное ПО и предустанавливать на свои компьютеры. Что же это делать, если вы купили ноутбук без операционной системы или вы вернули деньги за установленную операционную систему и получили совершенно чистый ноутбук без наклеечки Microsoft и Windows? Есть очень много дистрибутивов в GNU Linux. И меня часто спрашивают, а какой же дистрибутив выбрать? Любой. Попробуйте как можно больше. Выберите то, что вам понравится. То, к чему влежит ваша душа. Если у вас есть друзья, которые используют GNU Linux, спросите их советы, спросите, чем они пользуются. Если что, они всегда помогут. В этом как раз и заключается сила сообщества. Что вы спрашиваете, допустим, своего знакомого. Может и незнакомого человека. Что вам поставить? Что... Или у вас появляется какая-то проблема с конкретным дистрибутивом. Вы спрашиваете человека, который пользуется. Возможно, у него такая же проблема была. Он сразу же отвечает, как он ее решил. И... Прекрасно... Мне вот советовали сказать, что дистрибутивы... Новичкам обязательно советовать... Такие самые простые дистрибутивы с графическим установщиком. Мне сказали советовать новичкам винуть меню. Я не буду никому ничего советовать, потому что... Используйте то, что вам нравится. Просто посмотрите, попробуйте разные и выберите. Я, например, сам лично использую больше всего Debian и Arch. Но пользовался разными. Везде все по-разному. Если вам надоел гно-винукс... Вариантов много. И... Без гну есть жизнь. И без линукса тоже. Очень много разных вариантов. Пробуйте разное. Пробуйте то, что вам нравится. И вот... Сейчас... Хотел бы... Поговорить о том... Что вот вы... Новичок. Вы купили... Новый компьютер. Или вы собрали компьютер сам. Купили процессор. Материнскую плату. Все это запустилось. Вот единственная проблема. Только жесткий дискусс. А... За винду платить не хочется. Хочется попробовать что-то новое. Какие полезные навыки могут быть для новичка? Я всегда говорю, что их всего два. Читать и гуглить. Но... Я поставил пять. Пять разных пунктов. Но... Первые два это самое-самое важное. Система всегда захочет с вами как-то пообщаться. Если у вас какая-то проблема, система о ней сообщит где-нибудь в локах. Там будет строчка что-то. Вот... То-то и то-то не работает. Переходим по второму пункту. Скопировали эту строчку. Загуглили. Проблема известная. Вот решение. Если нет вам такого проблемы, спросите у сообщества. Сообщество есть. И про это следующий слайд. У сообщества всегда можно задать вопрос. Есть люди, которые хотят вам помочь. Хотят помочь бесплатно. И им интересно решать подобные проблемы. Так что, вполне вы можете спрашивать вопросы. Если какие-то проблемы возникают, всегда спрашивайте. Третий, четвертый пункт. Изучайте свою систему. Не бойтесь экспериментировать. Но помните о вэкапах. Вы можете доэкспериментироваться. Всегда имейте резервную копию. Если что, быстро восстановились. Как будто ничего не было. И получайте от процесса удовольствия. Если вдруг вам это уже доставляет какой-то дискомфорт. Верните в зону комфорта. Не переусердствуйте. Не переусердствуйте. А теперь говорим о сообществах. Конкретно это мои подписки ВКонтакте. Но пользователи сейчас очень прогрессивные. Они всегда сами собираются в какие-то группы. Помогают друг другу. Обсуждают какие-то проблемы. И я считаю это хорошо. Традиционно форумы, которых очень много. Даже русскоязычных. Естественно, англоязычное сообщество гораздо больше. Просто потому что носителей языка много. Но на русском языке сейчас тоже все вполне доступно. Группы в соцсетях. Опять же скриншот. В мессенджерах, в Телеграме их несколько. И там постоянно идут какие-то жаркие дискуссии, баталии. Если это вам интересно, то да. А юзер-групп. Например, в Москву юзер-групп встречались позавчера. Встречи проходят два раза в месяц. Если я не ошибаюсь, первая суббота месяца... Да. Человек с мука здесь. Первая суббота месяца и последняя пятница, верно? Или вторая пятница? Вторая пятница? Вторая пятница? А одна есть. Да, первая суббота. А, последняя суббота и вторая петлица. И local community — это чисто бунтушная тема, но там тоже собираются люди, которые знают, которые могут помочь. Так что если вы не любите вдруг общаться через интернет, вы можете встретиться с людьми лично на таких сходках юзер-групп. Или я предлагаю связаться с разработчиком. Если вдруг у вас что-то не работает, не помогло загуглить проблему, не помогло связаться с пользователями юзер-групп или на форумах, напишите разработчику имейл, он будет, наверное, рад ответить, если ему не так часто приходят такие имейлы. Он вам ответит и тоже, как бы, а что я советую разработчикам? Сообщество разработчиков, на самом деле, гораздо более консервативное, чем пользователи. Потому что разработчики обычно не пользуются мессенджерами. У них больше мейлин-весты, ARC, технологии 80-х годов, но надежные и отлаженные. И потому у разработчиков там комфортно. GitHub, GitLab, Backtracker, Fabricator, что угодно, что использует проект, там разработчики тусуются. Всегда с ними можно связаться, с другими разработчиками. Если вам, как разработчикам, интересен какой-то проект, связывайтесь с разработчиками теми средствами, которые этот проект использует. И разработчики общайтесь с пользователями. Серьезно. Потому что вы же для пользователей это делаете. Если пользователь вам пишет имейл, то у меня вот не получается, кто загуглил, кто вот у тех пользователей спросил, не помогло решение. Отвечайте. Отвечайте этому пользователю. Ему будет приятно. И, наконец, я хотел бы попросить вас подписаться на нашу группу ВКонтакте. Здесь мы публикуем в основном новости. Отдельно, вот, исключительно новости в Телеграме. Будут приходить уведомления, допустим, на мобильное устройство или на доступный клиент. И в Linux-помощь паблик работает таким образом, что люди просто пишут проблемы, а не с какой-то задержкой. Ну, по-разному задержку, если честно. Но они публикуются, и несколько тысяч людей могут увидеть это в своей ленте. И если вдруг среди этих увидевших будет человек, который эту проблему легко решит, он сразу же отвечает вам. Обычно проблемы очень быстро решаются, и нет нерешенных. Так что, если вам понравилась презентация групп, она опубликована на нашем сайте, внизу ссылка. Ну, вот, ладно. Да. Я не знаю. Продолжение следует...